планы меняются планы все рушатся да ну это так я утрирую конечно значит хотел я продолжать клеить пластиковые детали но из-за отсутствия материала и бокситки стекломата придется делать другое но других дел тоже полно вот это вот допустим передняя панель на которой висит эти трапеция дворников да потом здесь ручки с кронштейном который удерживает капот поэтому это как бы деталь но не то что основная но одна из главных поэтому ее нужно собрать и установить на машину прежде чем ее собрать я сейчас внутри все обработаю своим фирменным антикором и уже тогда соберусь утратить так ну что собрана собрана эта панелька вот ручки к и естественно кронштейны под капот сама трапеция надеюсь я правильно поставлю я там примерял потому что вот эти изгибы вот здесь вот такой изгиб а здесь ровный вот ровная просто пластинка но дело потому что там моторчик стоит и видеть ну видимо вот этот изгиб специально сделан чтобы не цеплять мотор значит все внутри про антикоров сейчас еще вот здесь то есть тыльную сторону сделала потому что она будет и вот эту вот потолку как бы потолочную с внутренней стороны она будет прислоняться а это уже потом ну чтоб хоть как бы не хватать за антикор и не залапать потому что сложновато конечно собирать все это надо чтобы все аккуратно было не повредить вот под вот эти гаечки я подложил еще такие вот вырубил из пластика ну это из подкрылка портян очки но вот с обоих сторон чтобы они просто не собиралась там ржавчина вот от шайбы от гайки чтобы не нарушала лакокрасочное покрытие в общем такие вот пластиковые портян очки с обоих сторон я сделаю с внутренней и снаружи как раз хватило резьбы под заподлицу так ну что пойду поставлю ее на место вот но для начала пойду обработаю там те места тоже за антикори потому что будет там в глухую все ставится ну вот панель и на месте все в принципе нормально подошло ну а как она не может подойти все естественно тут залапал так ну здесь конечно батон ту батон горю этот уплотнитель стекла он закрывает по моему эту щелку да кажется да но все равно здесь надо под стеклом тоже все замальвинить чтобы там ничего не ржавело ну а так все принципе стекло можно уже вставить поставится стекло капота эти вот жабры и все уже будет вид иметь уже будет вид им иметь вид автомобиля видео о том как я закрашивал проемы вот я не снимал потому как красил в режиме аэрографа а это очень долго и утомительно а вот то есть время занимает много и снимать это я думаю что ничем было значит все нормально все проемы уже давно высохли ну потому что я красил где-то меня четыре может пять назад и сейчас буду потихоньку начал собирать просто вот чтобы по салону не валялись детали поэтому под батоны под басоны то есть как обычно антикор вот ту сторону я уже сделал вот по и по одевал ручки вот ну во первых чтоб мелкие детали не потерялись поэтому я сейчас собираю попасть по паскак сказать по пути все это антикорю чтобы не возвращаться опять к этому поэтому принципе все нормально все нарядно все пока белая но белый цвет конечно требует ухода ну ладно сейчас одену резинку и продолжу продолжу еще чего-нибудь крепить крепить не крепить а вот бампер этот убоги пора снимать естественно скинул фару а тут она подключена напрямую прям так конкретно типа навечно ну чё придется резать провода с кусочками оставлю ну то есть ну да с такими окурочками чтобы понимать хотя вряд ли так фара будет на место становиться но она такая прям убогая и на новый бампер ставите не знаю ну в общем буду резать этот колхоз китайский потому что по-другому по-другому никак на правой фаре тут тоже почти почти так же как и на левой было тоже все на скрутках но тут кое-какие фишки есть и непонятно почему черные фишки все черные фишки а тут явно но это понятно мин масса а вот этот коричневый соединяется с красным это явно плюс почему с черным здесь так ну ладно это уже потом разберусь что и как мне надо просто чисто видео для себя записать какие провода где режу значит этот с белым я отрежу вот так а остальные с огрызками правда они такие мелкие будут правда они будут мелкие хочу делать иначе будет потеряны так красный 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 где тут рубанок красный наверное на скрутки красный а тут пайка даже все спаяно такс ну ладно эту фору тоже оцепили осталось вот эту и бампер скину я конечно много я могу понять даже то что нынешний авто хлам по легковым авто такой вот сделан из фольгированного пережженного металла но для грузовиков делать я его спокойненько нажмицами порезал хотел хотел снять галогенку он нам вся поржавела крепление думаю сейчас отрежу заверну и срежу гаечку и ноги бабок потом новый поставлю и люминовая и просто тупо отвалилась вроде прожектор так вот тут не окрепление говно и она реально говно потому что это же можно потерять его по дороге не заметишь где-то где-то даже снежок попадет и он отломит его этот силу мин так что надо делать то сделать надо из металла из конкретного из конкретного металла пусть это пока повисит тут но этот конечно бампером реального божества просто реальное убожество его только на металлолом иногда у людей возникает вопрос почему сборка происходит раза в два то и в три дольше нежели разборка ну понятно что разбирать ломать как говорится не строить но опять же вешаю на нарядный автомобиль на покрашенный какие-то не какие-то допустим те же запчасти которые на нем стояли необходимо поставить вот те же зеркала вот ну не поставишь вот такое ржавчину правильно надо что-то все как бы сделать чтоб имела вид надлежащий поэтому вот это все отнимает отнимает время так что сейчас я эту железку обдеру сейчас посмотрю как снимается вот эти вот заглушки ну вот и желательно железку всю снять зеркала убрать ободрать все заново ну и согласно технологии покрасить снял верхнюю крышечку и судя потому что вот отжавел проводок который выходит там изнутри трубочки он внутри проходит трубы выходит на соединение это обогрев зеркала и он походу не работал не рабочий обогрев но заодно я его и починю заодно починю потому как очень неудобно без обогрева зеркала не без труда но все-таки я снял эти зеркала там конечно эти крепления заржавели значит а здесь вот на как раз вот где выход из трубы вот тут все перетерло и было видимо замыкание замыкание наверняка горел предохранитель на обогрев зеркал так но сюда надо просто потом одеть кембрик вот такой помощнее чтобы здесь не перетирала и не замыкала так ладно одна есть одна пусть остается здесь сейчас пойду вторую снимать разбирать так ну что крыло крылом крепления вот эти вот я очистил сейчас с кислотником за грунтой крепления что-то на кроватные какие-то спинки похоже сейчас кислотник потом акриловый потом кислотник обычно быстро сохнет но не при такой погоде зимой на улице поэтому надо подсушить феном мне как и вечер начинается малярное дело шутка конечно но в общем все акриловый акриловый положил сейчас его тоже подсушу и уже задую черным пусть он висит сохнет хотя его надо наверно под навес ну да под навес занести потом мой ничего не видно а потому что все черное значит штанги вот эти я которые вчера красил они все высохли все в порядке уже начал сможет это не то что начал уже собрал я зеркала и начал собирать и понял думаю как же правильно поставить потому что их можно и так поставить и так вот хорошо что есть видео которое можно пересмотреть в общем все нормально проводка вся уже тут я все сделал все завел вот поэтому можно крышечку смело закрывать крышечку я тоже подпаял она была лопнувшая все защелкнулась значит с этим тоже я завел провод челки-палки не видать сейчас лапу вот штанги оказались разные даже по толщине и по наличию там отверстий где выходят провода но это не страшно значит фишки не хватает конечно поэтому и не хватает вот этого чехола верхняя конечно не очень эстетично но я думаю потом хозяин может где-то найдет это все так что все зеркала собраны вот завтра уже наверное буду их ставить на автомобиль как гласит одна умная пословица не откладывая на завтра то что можно сделать после завтра вот на самом деле я не стал ждать завтрашнего дня как многие знают что завтра никогда не наступает наступайте до сегодня ну ладно все лирика в общем зеркала я поставил в принципе чё их ставить то в принципе их ставить не сложно поэтому и тянуть соответственно с установкой тоже не стал вот это здесь зеркало поставилось замечательно вот а вот это на правой стороне немножко пришлось подтягивать что то не попадали крепление ну видимо тут штанга не родная из-за этого и крепление не родной за этого немножко пришлось повозиться но в принципе все нормально стало вот даже я умудрился подключить вот эти вот фишки к обогреву жаль конечно нету вот этого кожуха ну ладно это уже дело десято а ну соответственно вот и стекло тоже установлено ребята пришли помогли вставить стекло в принципе установка она такая же похоже как жигулевская ну естественно один в один за исключением размера размера сложновато конечно лопух такой вставлять но в принцессе все в порядке единственное конечно вот тут вот резинка это уплотнитель неордраны надо тут что-то придумать может подвулканизировать какой-нибудь резины а то весь вид это портит как будто без зуба значит что я хочу сказать наверное эту серию пусть она будет коротенькая но но пусть но она закончится за как бы да пусть будет коротенькая серия иначе все еще вставлять сюда клейки с полиров и плавников она будет слишком длинная поэтому да значит как обычно все до следующей серии все друзья всем добра и счастья